Что ежели люди злые и порочные, взявшись за руки, составляют силу, то людям светлым следует сделать то же самое. Ведь так просто. Мысль-то графа в самом деле проста, но требует постоянного подтверждения. Специально за этим-то и задумана данная передача нами. По словам, мы понимаем. Бориса Гребенщикова. Здравствуйте. Добрый день. Ну, вашего покорного стугу, ну и всех тех, кто сейчас смотрит. Дорогие друзья, вот все, кто близок к Борису, все знают, что в то время, как страна отправляется на боржоми шашлыки летом, Борис отправляется на страду. Лето – главная страда. Мы все ждем, когда осенью Борис вернется с урожаем спелых, сочных, новых песен и идей, а мы затем всю холодную нашу русскую зиму будем перебирать зернышко к зернышку, колосок к колоску от этого урожая. Вот, лето прошло. Боря, что было нового в это лето? Прекрасное солнце, прекрасное небо, белые облака, замечательно все. Помимо солнца, неба и облаков, ну, кое-что есть новенькое. И, по-моему, мы впервые в жизни сняли видео на нашу песню, написанную прошлым летом. Прошел год мы сняли видео, которое, ну, что-то из себя представляет такое, чего я еще, по крайней мере, не видел. Хотя я его еще не видел. Может быть, его и посмотрим. Режиссер? Режиссер Виктор Конесевич. И ты говоришь о том, что он странную придумал манеру, странный прием для того, чтобы снять это. Видео снималось в горах. В течение двух суток они снимали пейзаж, над которым летят облака, и все это уложилось в три минуты в итоге. Давайте посмотрим. Фантастическая техника. Давайте посмотрим. Я сам не видел. Я родился сегодня утром, еще до первого света зари. Молчание у меня снаружи, молчание у меня внутри. Я кланяюсь к гаснущим звездам, кланяюсь к свету луны. Но внутри у меня никому не слышный звук, поднимающийся из глубины. Я родился на севере, чтобы дольше оставался целым. У меня нет друзей, чтобы никто не смог сбить прицел. Море раступилось передо мной, не выдержав жара огня. И все стрелки внутри зашкаливали при первых проблесках дня. Я не мог оторвать глаз от тебя. Не мог оторвать глаз от тебя. Не мог оторвать глаз от тебя. Я не мог оторвать глаз от тебя. Не мог оторвать глаз от тебя. Я родился со стертой памятью, моя родина где-то вдали. Я помню, как учился ходить, чтобы не слишком касаться земли. И я ушел в пустыню, где каждый камень помнит твой след. Но я не мог бы упустить тебя, как не мог бы не увидеть рассвет. Я не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя. Я не могу оторвать глаз от тебя. Не могу оторвать глаз от тебя. Не могу оторвать глаз от тебя Я не могу оторвать глаз от тебя Не могу оторвать глаз от тебя Не могу оторвать глаз от тебя Очень хорошая работа. Спасибо, Виктор. Правда, что он снимал, это фотоаппаратом. Да, это было несколько фотоаппаратов через компьютер, там несколько тысяч снимков. То есть это совсем не камера, а это через некоторый интервал постоянная съемка движущихся облаков и ландшафтов. Это очень здорово. Но не мог бы это рассказать о том, как работает другая машинерика. Как можно осмелиться написать песню, припев которой состоит из нескольких повторений одной и той же фразы? Как эта фраза, которая выдержит несколько повторений, чтобы стать припевом, могла родиться в одной единственной взятой голове? Примеров таких фраз очень много. Я не первый, кто это написал. Просто я написал это про то, что я чувствую. И, кстати, этот ролик очень похоже отражает ситуацию, в которой эта песня была написана. Так оно и было. Это женщина? Это абсолютно не важно. В общем, более того, я сам не знаю ответа на этот вопрос. Это может быть все, что угодно, все, что нам заблагорассуется. Правы те из вас, дорогие друзья, кто полагает, что недаром написан в левом нижнем углу телефон? Правильно. Мы в прямом эфире. И давайте попробуем не терять то самое доброе, что мы с вами уже когда-то делали. Давайте поговорим по телефону. Алло! Здравствуйте! Добрый день! Прошу вас. Алло, алло! Да-да-да, вы в эфире. Добрый день! Добрый день! У меня вот к Борису такой гениальный, простой вопрос. Как можно было заявить несколько лет назад, и многие роковые и блюзовые музыканты об этом заявляли совершенно спокойно, о том, что рок-н-ролл и блюз умер, и не только там, как бы у нас в стране. Знаете, я вот беседовал и с Айра Смитами, и с Экстримами, и со многими известными вокруг Рейнбоу, если знаете таких людей. Они говорят, что рок-н-ролл никогда не умирал, и единый в стадионах процветает. А в песне должен был драйв здоровья. Какая блесть. Вот здесь не могли бы ответить на это? Отвечаю с удовольствием. По поводу блюза я никогда ничего не говорил. Но дело в том, что суть вопроса вашего в том, что мы, наверное, по-разному понимаем слово рок-н-ролл. Рок-н-ролл и стадион — понятие несовместимое. Это вы уже говорите о понятии рок, который к тому, на чем я вырос, не имеет никакого отношения. Рок-н-ролл в наше время был по клубам, и дай бог он туда вернется. Рок-н-ролл — это всякое новое, что будоражит кровь. А то, что на стадионах, это, простите, уже тяжелая индустрия, не рок. И Айра Смит, и рок-н-ролл, они, вероятно, считают, что они рок-н-ролл. У меня другое мнение. Они — это рок и все вытекающие отсюда последствия. Я скорбел о том, что я люблю. Сколько же лет еще ты будешь отвечать на один-единственный вопрос, связанный с одной-единственной фразой, которую, видимо, ты сказал вовремя, раз столько лет она дает плоды. Ну, это тоже... Слушай, Аллах... Это и есть рок-н-ролл. Это и есть рок-н-ролл. Давайте еще поговорим по телефону. Нет слаще занятия. Прошу вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Так. Ну, это был красивый звонок. Короткий, но красивый. И паства разболталась за те пять лет, что мы не говорили в прямом эфире. Эй, слушай, пастор, ну скажи. Товарищи, ничего страшного в том, что вы в прямом эфире, нет. Говорите смело и ясно то, что хотели сказать. Ничего такого особенного не изменилось за те пять лет, что мы с вами в прямом эфире не говорили. Вот что. Но мы в самом деле слышали сейчас изумительно урожай прошлой страды. Теперь позволь все же спросить. Чем мы будем пробавляться в эту голодную зиму? Ну не знаю, будете ли вы пробавляться. Что нам из нового урожая достанется в закрома? Я с удовольствием спою пару песен, которые я еще тебе не пел. И, может быть, не все их еще слышали. Так, с чего мне начать? У меня вот написалась случайно одна песня, которая даже меня привела в замешательство. Не в последнюю очередь, потому что она даже не вся на русском языке. Там всем известный припев и всем известный фильм о Мулен Руш. Но я боюсь, что у меня это немножко по-другому звучит. А песни мне навеяли детские разговоры. Как ни странно. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то не заснуть, а засну, все мне снится. Что вот еще чуть-чуть, еще едва, едва. А как проснусь, опять пью, как бы мне не спиться. Ву-ле-ву-ку-ше, а как му-а. Вот в руке письмо, но вижу только буквы. Я не помню, как они собирались в слова. В полной пустоте, круги на воде. Ву-ле-ву-ку-ше, а как му-а. Я, брат, боюсь, а ты, брат, не бойся. Принесло дождем, унесет у ветру. А если я умру, ты не беспокойся. Просто потерпи, полегчает к утру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кушевый кумуа. И телефон наш любимый. Алло! Алло! Прошу вас. Дмитрий? Вот, вот это умелец говорить. Здравствуйте. По прямой эфирному телефону. Здравствуйте. Здравствуйте, девочка. Во-первых, позвольте поздравить вас с премьерой. И хотелось бы задать такой, ну, несколько, может быть, странный вопрос. Пожалуйста. Хочу поинтересоваться, а не было ли у вас мысли с Борисом Борисовичем создать что-либо совместное, но только чисто блюзовое? Потому что, Дим, я прекрасно знаю, что вы увлекаетесь блюзовым и уже довольно давно. И... Да, спасибо вам большое. И по ним антропологии, это был бы замечательный проект. Спасибо, у меня так тоже, Каз. Спасибо. Спасибо, Димочка. Спасибо. Вы знаете, вот мы как раз с Борисом Борисовичем и создали кое-что совместное, но об этом мы расскажем вам минут через 15-20, если вы не против. Вот это очень важное такое, блюзовое, какое угодно. Я думаю, пора заняться монументальными формами. Да, да. Архитектура. Вот это и есть строительство жизненное. Вот знаете, какая вещь, пока Борис Борисович справляет, судя по всему, со своей миссией успешно-состоятельно, может быть, мы не будем терять времени, и прежде чем на нас свалится реклама, мы послушаем еще песню. Затем рекламу, после чего ждем вас здесь, мы покажем вам кое-что особенное. Прошу вас. Так, ну чтобы противодействовать эффекту от предыдущей песни, и ты же ее не слышал, да? Нет. Окей. Тогда мне вдвойне прием. Я восхищаюсь, надеюсь, вместе с большинством тех, кто сейчас смотрит. Был такой фильм, назывался «Принесите мне голову» Альфреда Гарсия. Фильм вестерн, конечно, спагетти вестерн, мексиканский про месть. Месть, месть, месть. Ну, название понятно. И как-то у меня сложилось что-то в ответ на это. Мне кажется, слишком много элементов этого вестерна в нашей современной жизни есть. В детстве мне снился один и тот же сон, что я иду весел, не брит, пьяный, влюблен и пою песни, распространяя вокруг себя свет и сладость. Друзья говорят, что эти песни не нужны, что они далеки отчаянии нашей страны. И нужно петь про нефть. Здесь я устарел, мне не понять эту радость. Новости украшают наш быть. Пожары, катастрофы, еще один убит. И запись на всенародные курсы, как учиться бодаться. На каждой странице обожженная маха. Я начинаю напоминать себе монаха. Вокруг нет искушений, которым я хотел бы поддаться. Но я прошу, что было сил. Я прошу, как никогда не просил. Я прошу, заварите мне девять и сил. И еще унесите отсюда голову Альфредо Гарси. Унесите отсюда голову Альфредо Гарси. Вы несостоявшиеся мессии и население всей соборной России. Воздержитесь от торговли головой Альфредо Гарси. Унесите отсюда голову Альфредо Гарси. Главная национальная особенность понт. Неприглядно, сиротно и вечный ремонт. Говорят, с этим можно справиться, если взяться дружно. Но мешает смятение в неокрепших умах. Засада в пригородах, метреть на холмах. И женщины носят матроза на головах. Значит, им это нужно. Моразм на линии электропередач. Взять их чаши грааля. Несется вскачь, но под кайпытами Пересеченное распиздайством местность. И даже хоры ангелов в этом краю Звучат совсем не так, как в раю. Может, то ли менять звуковой аппарат, То ли менять окрестность. Но я прошу, чтобы у вас сил. Я прошу, как никогда не просил. Я прошу, заварите мне девять и сил. Еще унесите отсюда голову Альфредо Гарси. Унесите отсюда голову Альфредо Гарси. Вы несостоявшиеся мессии И население всей соборной России Постержитесь от торговли головой Альфредо Гарси. Унесите отсюда голову Альфредо Гарси. Унесите отсюда голову Альфредо Гарси. Дорогие друзья, теперь For something completely different. А теперь перейдем к чему-то абсолютно иному. Надо сказать, что Крайне важная позиция Это когда Узнаешь что-нибудь новенькое, А потом чувствуешь ответственность Перед этим новым. И хочешь, чтобы как можно больше Это новое стало бы известно Окружающим. Вот Боря вполне заслуживает Звание почетный носитель Новой эстетики СССР. Сейте разумное, доброе и вечное. Сейте, спасибо вам, скажет сердечное, русский народ. С такими приблизительно словами Борис вот уже Некоторое время Показывает всем друзьям Фантастическую работу. Дальше, давайте теперь ты про эту работу. Так как ты мне это рассказывал. В Англии есть Фирма, которая занимается Сбором интересных Компьютерных Компьютерной анимации Со всего мира И пропагандирует эту анимацию Выпускает сборники Уже четыре сборника таких вышло И как-то раз у меня получилось так Что я зашел в магазин И купил это все И мне стало очень интересно И я увидел такого Чего я еще не видел на экране Ну естественно Начал всем про это рассказывать Потом я показал это Дмитрию Дмитрий же как государственный человек Позвонил им Связался с ними И сейчас уже речь идет о том Что мы сегодня можем кое-что показать Из того, что они делают А может быть в марте Приблизительно в марте Широко понимая слово март Мы даже сможем привезти их в Россию Чтобы они устроили здесь в Москве И в Петербурге Там два-три дня свой фестиваль Чтобы все могли посмотреть Всякую фантастику Которую они делают Они собирают видео искусства Со всего мира Там и есть и японцы И англичане И бразильцы И всякие другие Сейчас мы посмотрим работу London Details Немецкого режиссера Детали Лондона Я синхронный переводчик Ну вот все не так Рассказал Борис Это так происходит Шамбала Понимая значение Бориса Для нашей с вами страны Подкладывает ему Услужливо Под его глаза То с обрывки Попсовых мотивов Вроде Вулево Кушево Кмуа То где Гаверси А в следующий раз Подложила Борису DVD Неутомимых собирателей Всего передового Со всеми мира А Борис Уничтожен сумнявшийся Сделал-то достоянием Делает сейчас На ваших глазах Я сделал твоим достоянием Итак, сейчас Посмотрим первую Чисто пока Для разгона Чисто орнаментальную Эстетическую работу Господа Это не просто эстетика Это нечто Что затем Возможно Останется В вашей памяти Надолго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это первый из рассказов о Маугли Теперь фантастический мультфильм Англичанина по фамилии Бен Гиббон Который искренне полагает Что таким образом Демонстрирует Иллюстрирует То, как хипистское Представление о любви От мышей Может передаться котам Пройдя странные коллизии Что ты хотел? Я не уверен Что хипистское Просто, по-моему То есть Такой трогательный Душераздирающий ролик Просто О том, что любовь Все равно побеждает Плюс невероятное отношение К штриху К плоскости Вот у нас бы так научили сделать Вот Собственно, зачем мы все это и делаем? Чтобы мы все посмотрели и сказали О! А мы тоже так можем Давайте посмотрим Хочется Так, некоторое время Вот, знаешь, хорошо бы научиться Как бы хорошо, а? Хорошо бы научиться Для начала показывать Что уж тут Что уж тут рисовать А постепенно, постепенно Мы многому научимся Надо сказать, дорогие друзья Что мы покажем вам В одном из ближайших выпусков Программы про свет Вот это важно Как мы на самом деле умеем рисовать Есть на свете Бог и царь Современной мультипликации По фамилии Миязаки Принцесса Мононоки Оскар за унесенные призраками Вы знаете этот мультфильм Тоже Борина, кстати Борин пас Я люблю Миязаки Вот И сейчас закончил фильм Миязаки И никто его не видел И никто не может достать А оказывается Миязаки Тоже имеет своего бога Это скромный Всем нам известный Любимый Юрий Борисович Норштейн Ёжик в тумане И вот мы упросили Норштейна Попросить Миязаки Поговорить В прямом эфире Так что скоро вы это увидите Вы увидите то, что еще весь мир А сейчас паразит Паразит Бена Хиббана Посмотрите на мультипликацию В современном представлении Паразит Бена Хиббана Паразит Бена Хиббана Продолжение следует... 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 Продолжение следует...